Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы рассмотрим мод из игры Starbound, который называется Schmeckle Trade Station. Это первый мод, и второй мод это Rick Armory. Но как вы поняли, Rick Armory это мод, не знаю кто понял, нет, и мод из мультсериала Rick и Morty. Вот, который даёт прикольные пушки, но сначала нам надо установить вот такую вот станцию. Вот такая вот станция как раз таки генерит. Давайте сначала начнём с того, что где она крафтится. Крафтится она естественно в нашем верстачке, стоит она слитки титана, стекло и модуль улучшения. Всё фигня, добыть это не так сложно, и вы получаете вот такую станцию. Здесь вот есть как раз таки семена. Ух ты, о, интересно. Так, сколько, 5, ага. В общем за 200 пикселей можно получить вот такую валюту. За эту валюту можно получить вот это вот семечко. Семечко сажаешь и как раз эти плоды собираешь. И в дальнейшем... Так, где он у меня тут? И сейчас. И в дальнейшем его можно, я так понимаю, высадить. Он вырастет и с него собираешь как раз таки вот эти вот самые семена. И эти семена потом превращаешь за одну по три монетки. И за 15 это у нас в печуне. Кстати, в печуне я ещё даже не смотрел. Интересно где. Хм... Написано было в печке. А, вот он. Ё-моё, ядро телепортации. Дюросталевая руда. И фрагменты ядер. Это... Ну ладно, с дюросталевой рудой хрен с ним. Это ещё фигня. Это можно накопать. А вот фрагменты ядер тоже можно накопать. Летучий порошок делается из фрагментов ядер. А вот ядро телепортации это... Хуху. Но за одну такую вы можете получить аж целых 15. Да не, это... Да не, легче бабки, мне кажется, тратить. Либо семена. Давайте, кстати, семена потратим. Не хочу, они мне нафиг не нужны. В общем. В этой станции, как только вы набираете 50 этих монеток, вы получаете вот этот вот верстачочек. Так, что-то у меня там... А, да, вот монетки. И вы получаете вот этот вот верстачочек. Так, куда он подевался? Вот он. Я ещё даже его не открывал. То есть для меня там сейчас будет новое всё. Ё-моёшеньки. А, и тут всё за монетки. Ух ты, нифига себе. Сколько... Это, короче, пушки из мультсериала Рик и Морти. Половина из них, кстати, я видел. Какие-то, какие он использовал. Но сейчас идёт новый сезон, поэтому... Фиг его знает. Так, это у нас турель. Это, наверное, бомба. Так. Мечи. Ой, я могу гранатку сделать? Давайте сделаем одну. Но, кстати, костюма Рика и Морти я так и не вижу. Возможно. Возможно. И только возможно. Он есть у нас вот здесь. Так. Это карандаш какой-то. Нет, это не то. Нет. К сожалению, тут его нету. Давайте посмотрим. Может быть, он ещё где-нибудь заныкан. В броне, например. Потому что... Ну, и либо это нужно именно крафтить конкретно полную броню для него. Ну, фиг его знает. Тут его нету. В ферме вряд ли. В ткацком станке нет. Тут нет. Значит, к сожалению, придётся крафтить броню. Давай сначала бабок срубим. У меня есть сколько? 314. Я думаю, хватит. И начнём... Ой, даже не хватит. Кстати, давайте-ка заюзаем гранатку-то. Заюзаем гранатку. А, ясно. Прикольно. Так, продолжаем. Давайте, значит, с крафтим. Ну, гранатку мы уже посмотрели. Начнём, наверное, с пушек. О, как прекрасно, что всё крафтится быстро. Бито. Несколько типов гранатомётов, пистолетов. Томато. Томатовые пушки. Так, я хочу посмотреть на эту рельку. И вот на вот это обязательно. Не знаю, если мне не хватит. У меня, в принципе, есть запас. Ещё в... Сколько там? В полмиллиона пикселей. Их же можно убирать из кармана. Специально как раз-таки для того, чтобы при смерти их не потерять. Потому что то ли половина, то ли 30% при смерти вы теряете. Точно не помню. Вот. Поэтому я их все сложил. Но тут, смотрите, рельган... Ой, закончилось. Короче, мне на четвёртый не хватило секунду. Так, всё, продолжаем. Давайте ещё монеток срубим. Так, давайте, наверное, сколько максимум можно? 150. Давайте, не знаю... 60 монет. Ну, просто, чтобы лишние не тратить. Их нельзя потом будет преобразовать обратно. Так, четвёртый, пятый, шестой и седьмой. Ну что ж, давайте юзать, тестить и всё остальное. Так, убираем лишнее, что нам тут не надо. И смотрим. Ё-моё, сколько стволов. Офигеть. Так, здесь ничего. Там... О, кстати. Давайте-ка вот это посмотрим. Тюрелька. Так, а это что такое? Офигеть. Офигеть. Это бомба! И не. Это, короче... Бомба Рика и Морти. Это из самой первой серии. Не три на бомба, когда он её там взорвать хотел. Так, стоп. Давайте как-нибудь тебя подвинем. Посмотрим, будет ли турелька её атаковать. Так, где там у нас оружие? Всё. Вот, меч возьмём. Ты атаковать её собираешься? Короче, это тупо турелька. И она разби... Ой, слушайте, а это мод приятный. Объясню, почему. Турелька разбирается и собирается. То есть, есть турели. Здесь можно крафтить, но они не собираются обратно. Это бомба. Я не знаю, как она взрывается. Не три на бомба. Да-да-да-да, это бомба из первой части. Если она рванёт, я боюсь, она мне базу снесёт. Блин, я реально боюсь, что она мне базу снесёт. Она мощная просто. Я помню, что она мощная. Он там планету ей взорвать хотел. Поэтому я, пожалуй, не буду рисковать. Так, смотрим по статам. 153 урона. 06 скорость атаки. И энергия за выстрел 140. Это не хиленько так. Так, да, мечи сейчас проверим. Будем по порядку всё проверять. Дабы... Так, пистолетик. Автоматик. Пистолетик. И пистолетик. Так, понеслась. 140. Ух, ё-моё. Она сквозным его жахнула, что ли? Да, сквозным. Прикольно. Хе, тысяча урона. А на правую кнопку мыши ничего нет? Ё-моё, она откидывает очень далеко. Да, солидненько так. Неплохо. Прикольная штука. Так, дальше идёт гранатомёт томатный. 52 и 90 за этот. Ну вот твою ж мать, а. Ну вот я знал. Ну вот у меня было предчувствие, что какая-то хрень снесёт мне кусок базы. Секунду. Так, пока что подлатаем. Там томатный сок полился. Ооо, это грёбанное оружие. Ё-моё. Короче, ладно, вы увидели. Меч вы уже видели. У него урон там 12 и 2. О, вихревой удар. Ооо, слушайте. Это вихревой удар. Прикольная штука. В плане предыдущий вихревой удар. Он, короче, заставлял тебя подниматься вверх. А этот нет. Так, бейсбольная бита. 36. Что, какой там? Восходящий удар. Ну-ка. Нифига себе. А, он одним ударом бьёт, да? О, а это я знаю атаку. Эта атака очень высоко подкидывает. Это я атаку знаю. Так. Дальше идёт томатная пушка. К5. 33 энергии. 21,4. Это автомат. А, это дробаж. Прикольно. А, он сквозной даже. Прикольно. На правую кнопку мыши ничего. Так, и дальше идёт два пистолета. По 8,1 и по 14. Ну, это 147 благодаря броне. Неплохо. Сквозные? Да, не все сквозные. Прикольно. Единственный минус, конечно, этого всего в том, что я кусок базы себе снёс. Кусок базы это нехорошо. Так. Пистолеты. Это тоже пистолет? Стоп. Вот этот пистолет. Это пистолет? Пистолет? Ну, пока что нет. Есть ещё один пистолет? Давайте вот так два пистолета заюзаем под конец. Так, дальше идёт у нас какая-то, какой-то шокер. 64 урона, энерговихрь. Ууу. Нифига себе. Так он ещё и... О, слушайте, а пушка прикольная. Во-первых, он бьёт, нанося приличные уроны. Плюс ещё можно вихрь выпустить. Ха-ха, прикольно. Ха-ха, шикарная штука. Прикольное оружие. Так, дальше у нас идёт какой-то... О, это булава. Вот это, кстати... Так, а это на правую кнопку мыши. А, подбрасывание. Прикольно, конечно. 40 урона. Аперкот? Ладно. Так, что это такое, пожалуйста? Фух. Это просто пулемёт. На правую кнопку мыши у неё ничего. Урон за выстрел 5,3. Скорость атаки 20. Энергия за выстрел 1 всего? Слушайте, а прикольно. 5,3 урона? Да не, хорошая пушка. Так, дальше идут 2 пистолета. По 1,3 и по 12 урона. Это 1,3 скорострельный. А это по 12 урона. Ну, в принципе, прикольные пушки. Так, дальше идёт у нас ещё одна пушечка. 5,6. Скорость атаки 10. Энергия за выстрел 3. А, эту я пушку помню из Рико Морти. На правую кнопку мыши тоже ничего. И 2 пистолета. 12 и 12,8. Давайте смотреть. Неплохо. Прикольные пушки. Так, идём дальше. Так, это я вроде помню. Это дробаш. Это пистоле... А, это автомат. Это опять карнатомёт. Чёрт. Буду стрелять только под это, под себя. Чтобы полбазы себе не снести. Как обычно я умею это делать. Так, это... Так, это всё тоже одноручные пушки. Так, смотрим. Это дробовик, скорее всего. 19,2. 1,3. 28 энергии. Нифига себе. Единственный минус. Я уже увидел у этого дробаша. У него огромный разброс. Не, попасть-то можно, но разброс огромный. Дальше идёт дробаш. 12,6. 1,7. 21 за выстрел. Поменьше разброс, но разброс Ро присутствует. Так, идём дальше. Это у нас, походу, пистолет-пулемёт. 21. Ну, это сквозной, конечно, урон есть. На правую кнопку мыши тоже у этих орудий ничего нету. Так, гранатомёт. Давайте смотреть. Так, всё нормально. Ну, такое себе, если честно. В плане... На правую кнопку мыши тоже ничего. Так, два пистолета. 4,5. 7,9. Неплохо. И энергии за выстрел 7,5. 15,8. Для 7,9-и-то. Ну, не знаю. Так, здесь 13,5. 2,6. Ну, скорее всего... Это у нас вот как раз-таки на левую кнопку мыши. Стреляет... 13,5. 27 за выстрел. А тут троечка. Ну, это медленно. Это, да, скорострельность, конечно. Ну, это пистолет-пулемёт. Чё с него взять? Так, и остаётся две пушки. Да, будем их юзать по отдельности. 22,5 урона. Риган 6. И 37 энергии за выстрел. Ого-го-го. Обожаю рикошетные. Да, ещё только этот угол выбрать идеальный. И вообще будет шикарно. Да, на правую кнопку мыши ничего. И последнее это рик 7. Риган 7. Рикошета нет. Ну, прикольно. В принципе, пушка урона у неё 26,6. Так, смотрим. Чё мы ещё, может, пропустили в этом всём? Гранатку я хочу заюзать на наших ребятах. Не знаю почему. Просто очень хочу. На, держи. Давай, бахни. 724. Но это именно граната. Она не зависит, мне кажется, от брони. Я надеюсь. Если зависит, то... То посмотрим, сколько у неё урон стандартный. Нет, это штука нет. Нет, у неё урон не показан. Вот эту штуку я хочу заюзать, но мне стыкотно немного. Из-за того, что я без понятия, как эта хрень работает. Но мы сейчас найдём каких-нибудь монстриков и попробуем на ней. На них. Так, я нашёл двух монстриков. Давайте сначала... Нет, урельку нафиг. Я хочу вот эту поставить где-нибудь. Так. Сначала давайте расширим, подними землю, чтобы она идеально встала. И попробуем её поставить. Я могу... Тебя включать надо или чё? Так, но она не реагирует почему-то на них. Странно. В чём прикол ядрёной бомбы? Так, а если я в неё выстрелю? А-а-а-а! Вот так она работает! Всё, давай. Пока. Да пока. Так, и... У нас есть ещё турелька. Так, заряжайся. Она уже видит противника. Я здесь. Иди сюда. Котейка. Не знаю, он гипнотизирует. Ну, слушайте, она ядрёная бомба нехиленько так снесла. Так, и турелька. Это они ещё двигаются медленно из-за того, что у меня на базе куча всего. И поэтому... Они так двигаются медленно. Вот, у неё зарядка идёт, и ты можешь её забрать и переставить в любую точку. Это лучше, чем те турельки, что у меня на базе. Потому что их надо именно снимать. Ну, то есть, если ты её снимаешь, она распадается на компоненты, и ты некоторые уже даже получить не сможешь. Вот такой прикольный мод. Всем советую скачать. К сожалению, он у меня не останется в списке моих модов, которые у меня установлены. Потому что, ну, тут, скажем так, есть свои нюансы. Но всё равно мод прикольный. Ссылка в описании на этот мод будет в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.